Сегодня в гимназии номер 5 встретились те, кто изучает историю и добавляет новые страницы в историю Великой Отечественной войны. В Саранске прошел слет поисковых отрядов России, на котором подвели итоги масштабного археологического проекта вахты памяти. В слете участвовали и представители Чувашии. Наши поисковики заняли третье место среди 14 региональных команд. Тысячи школьников и студентов со всей России приняли участие в вахте памяти. В год 70-летия Победы особенно важно найти всех пропавших без вести, восстановить полную хронологию событий тех лет. Весной наши ребята побывали на раскопках братских могил в Севастополе, Тверской и Смоленской областях. А в октябре все участники вахты съехались в Саранск, чтобы обменяться опытом и объединить усилия по созданию общего архива. Мне повезло, все мои прадеды вернулись домой и известные места захоронения. И, наверное, повлекло то, что захотелось вернуть, дать людям возможность найти своих близких. Поисковые клубы и объединения есть во многих чебоксарских школах. Ученики 4-й и 5-й гимназий, 29-й и 57-й школ самые активные. Они ездят на раскопки, участвуют в конкурсах полевых отрядов, проводят классные часы для своих одноклассников. По мнению руководителя регионального отделения «Поисковое движение России» и клуба «Набаз» школы номер 57, историю, особенно военную, необходимо изучать не в гугле, а передавать из поколения в поколение. Сегодня у нас узнают из своих семей о Великой Отечественной войне буквально 5-6% населения. Все. Придет день, когда вообще никто не будет узнавать, будут только смотреть в интернете какие-то новости. Вполне может быть, что эти новости им рассказывает не тот, кто заинтересован в правде о войне, а наоборот. Поэтому именно тогда, когда ребята сами участвуют в поисковой работе, они понимают истинную ту правду, которая реально сегодня в жизни есть, была и будет. Подведение итогов вовсе не означает, что поисковая работа завершается. Помните, война не кончается, пока не похоронен последний солдат. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.